Окей, к этому моменту китайцы Disney откровенно троллируют, они должны, они ждут, они смотрят как далеко он зайдет, насколько его хватит, пока он наконец не поймет, что делать одно и то же раз за разом в ожидании, что результат изменится, это верный признак безумства. Пока что еще не понял. Ну а если уж совсем честно, то пускай, пускай продолжают. Чем больше новостей про Disney у меня есть, тем больше контента на моем канале получаете вы. Если вы здесь первый раз, то можете подписываться прямо сейчас, красной кнопкой чуть ниже справа. Этого добра нас ждет еще очень и очень много на годы вперед, я вам гарантирую, кстати говоря, не забудьте колокольчик на все оповещения нажать, что очень важно. Disney в лице Марвела натурально банят на территории Китая, страна, на отсос которой они потратили просто невероятное количество ресурсов. Я так напоминаю вам на всякий случай, что съемки Мулан заняли 5 лет и примерно 200 миллионов долларов, если мне память не изменяет. И во что это в итоге вылилось? Да правильно, в тотальную катастрофу, виной которой далеко не только ковид. Можете поверить мне мать вашу на слово. Насколько глухой голосу собственной аудитории может быть гигантский медийный конгломерат, который сунул свои грязные тентакли буквально в каждое государство мира, который практически половину всех остальных медийных ресурсов в этом самом мире уже успел выкупить и останавливаться пока что не собирается. Насколько они могут не понимать, что китайцы не особо любят смотреть голливудское кино про китайцев. Ну серьезно, вы может не подозревали, но такое уже не в первый раз происходит. Китайцы это очень обособленная и очень консервативная аудитория, которая предпочитает смотреть больше национальные продукты медийные какие-то, которые у них гораздо лучше, кстати, в кинотеатрах заходят. Это если мы говорим про их национальную культуру. Эта черта, кстати говоря, присуща не только им, даже мы, живя в России, можем их на самом деле понять. Представьте себе на секунду, что, ну скажем, художественный фильм Горько. Хороший пример. Представьте себе на секунду, что его сняли на территории США. Тот же самый фильм, тот же самый сюжет, те же самые иллюстрации типичной, так сказать, привычной нам родной русской души, но снятой рукой американской студии американского режиссера на голливудские деньги вместо Жоры Крыжовникова. Какая реакция была бы на него тогда? Я напоминаю, что художественный фильм Горько очень и очень хорошо продался за счет того, что а-ха-ха, наши русские ребят снимают про наши веселые русские стереотипы, вот жизненно-то как. Но только вот если бы то же самое сняли в Голливуде, то моментально поднялся бы просто немеренный вой. Все бы начали поносить их за пропаганду, за клюкву, за то, что опять хотят русских выставить какими-то клятными животными, которые с медведями спят и матрешками имеют во все возможные отверстия. Ну то есть принцип такой же, как что черным можно использовать слово на букву N, а белым нельзя, потому что это их слово. Ну и примерно по такому же принципу работает кино, и китайцы воспринимают его примерно так же. Конкретно с Мулан правда там ситуация была особенно вопиющая, потому что легенда Хуамулань это национальное достояние Китая их культурное, которое они очень ценят, холят, лелеют и естественно они хотят, чтобы к этому наследию относились максимально с уважением. А когда им показывают какой-то всратый диснеевский ремейк, снятый откровенно не очень хорошо, из которого вырезали буквально все веселье и всю душу, которая была в оригинале, и мало того, что все веселье вырезали, так еще и приложили все возможные усилия и копирировались с правящей партией страны для того, чтобы максимально апеллировать к аудитории китайской, вставить туда все, что они по идее должны любить, национальных китайских актеров, убирали оттуда все, что может быть не угодно партии, проводили буквальные тестовые показы, где на основе фидбэка от китайской аудитории, не разнообразной какой-то, да, не интернациональной аудитории, а именно китайской аудитории. Вырезали оттуда сцены какие-то, и при этом одновременно пытались сохранить еще и модные на западе максимы, про то, что движение мету, и нельзя, чтобы у мулан были потенциальные отношения с вышестоящим офицером, ну, вы знаете, вот всю эту срань, я не очень понимаю, кто решил, что это будет хорошим сочетанием, наверное, тот же самый человек, который решил, что благодарить администрацию концлагеря для мусульман на территории провинции, которого они снимались, это будет хорошая идея, это там не очень умные люди в Диснея работают, мне кажется. И они, конечно, отнекивались, потом говорили, что мы не принимали такого решения, мы не благодарили никого, это местные контрактники решили поблагодарить, которые там на месте работали, и встречный вопрос, естественно, возникает, ребят, вы продюсеры, вы понимаете, что вы даете на все это деньги, вы потом отсматриваете готовый материал, решаете, можно это показывать в кино или нет, и вы, наверное, должны были досмотреть до этого момента, или у вас тоже на титрах все уходят, и никто их не читает, но, скорее всего, получилось так. В любом случае, мулан тотально провалилась в китайском прокате, ее практически никто не посмотрел. 23 миллиона долларов в открывающий уикенд, это может показаться много, это может показаться большой суммой, но по сравнению с местными релизами, которые собрали гораздо больше, это не говорит вообще ни о чем, и тем более в праздничный период у них тогда был лунный новый год, по-моему. Всем было по большому счету наплевать, у китайцев есть свои собственные адаптации, мулан гораздо более лояльные к оригинальному мифу, который они с большим удовольствием посмотрят, и в принципе у них гораздо более активен культ своего национального кино, когда речь идет про национальные особенности. Когда с запада пытаются апеллировать к ним, для них это выглядит как минимум жалко. Если китайцы идут на голливудский фильм в кино, они ожидают увидеть именно голливудский фильм, именно тот самый заграничный шик блокбастера, который, ну, я думаю, и у нас тоже хотят увидеть, да, такое вот прям настоящее зрелище, киноаттракционы, если хотите. Им не особо интересно смотреть на то, как к ним пытаются подкатить эти странные люди. Вы можете себе представить, что Голливуд себя ведет буквально как какой-то стремный сталкер в этой ситуации. Провал Рая и последнего дракона, в принципе, потуже, самую гребенку можно загрести, хотя там, ну, ситуация немножко другая, все-таки она апеллировала больше к странам Юго-Восточной Азии, но из-за того, что там был очень такой заметный акцент на боевые искусства, которые в теории должны в Китае заходить, и, по сути, весь каст состоял из национальных китайских или юго-восточно-азиатских актеров, ну, в принципе, они рассчитывали, скорее всего, на какую-то кассу в Китае, не получилось. Рая в открывающий уикенд собрала там вообще где-то 8,5 миллионов или около того, ну, какие-то сущие копейки. Не уровень Китая. И да, ковид не помогает, но по всем возможным предсказаниям аналитиков они должны были собирать больше как минимум раза в два. Не очень себя хорошо в Китае, Дисней чувствует в последнее время, но погодите, все еще только начинается. Сразу после сообщения от спонсора. Что может быть страшнее и опаснее для кучки блогеров, чем бросить вызов спецназу России? Кого-то завалили? Ложи! Только сделать то же самое еще раз, но ночью. Да, на канале Гильза свежая битва блогеров и спецназа. Стрельба, взрывы, крики. На этот раз в полной темноте. Тыкай в ссылку, подписывайся на канал и узнай кто кого. Несколько недель назад анонсировали Шан-Чи и легенду десяти колец. Замечательное название прямо с языка слетает. Уже тогда у меня появились опасения. Я видел, как его сравнивают с классическими боевиками Джеки Чана. И мысль у меня была такая, что окей, это конечно здорово, я тоже люблю классические боевики с Джеки Чаном. Но проблема в том, что половина удовольствия от классических боевиков с Джеки Чаном была связана с самим Джеки Чаном, а не с тем, что происходило непосредственно в фильме. Именно сюжетно они были, ну, в лучшем случае сносными, может быть задорными, какими-нибудь веселенькими. Но их смотрели в основном из-за того, что все любят Джеки Чана, потому что он охрененный. И когда тебе показывают какую-то рандомную звезду канадских ситкомов, имя которой я уже даже не помню, если честно, надо подсмотреть, Симу Лью, то, скорее всего, у вас таких же ощущений не возникает. Вы начинаете уже думать о том, насколько фильм будет качественный в традиционных марвеловских понятиях, да, там может быть сюжетно, киновселенно как-нибудь. И ответ не очень. После эндгейма до КВМа никому уже особо дела нету, не считая отдельно взятых классических героев, типа там Человека-паука какого-нибудь, на которого все еще обращают внимание, потому что это Человек-паук, а не потому что это Человек-паук КВМ. Ну, я, по крайней мере, так о нем думаю, и мне кажется, многие из вас могут со мной согласиться. Что такое, мать твою, Шанг-чи? Кто это такой? Я знаю, что это герой из, по-моему, 70-х или 80-х какой-то. И кун-фу, он мастер кун-фу, здорово. Или, например, Этернлс, как у нас их там переведут, Вечные, да, которых тоже вместе с Шанг-чи натурально собираются банить на территории Китая, судя по имеющейся у нас инфе. Кто-нибудь из вас может мне рассказать, что это вообще нахрен такое? Я впервые услышал о них, когда мне показали название только, да, на презентации диснеевской этой. Мне абсолютно пофиг, кто эти Вечные. Вы можете назвать мне несколько этих Вечных. Я узнаю эти имена или нет? Скорее всего, нет. По крайней мере, с Железным Человеком я хотя бы знал, кто он такой, потому что видел его в мультике про Паука 90-х. Это что-то, я имею в виду, это что-то. Если что, я понимаю, что фанаты комиксов, скорее всего, мне могут сейчас несколько абзацев написать про то, что такое Шанг-чи, но вы должны понимать, что большинство людей комиксы не читает, особенно большинство аудиторий Марвела. Ну, будем реалистичными. Так вот, сразу после публикации первого трейлера Шанг-чи, китайские аудитории начали отзываться о нем не совсем лестно, задаваться вопросом, не совсем ли Дисней там охренел со своей репрезентацией. Если уж вы собираетесь идти в репрезентацию, то, как минимум, вы можете отнестись к ней с уважением. Как минимум, вы можете попытаться сделать ее правильно. По факту, они взяли, опять же, звезду каких-то непонятных канадских ситкомов, которые, пусть даже и уроженец Китая, он явно не является репрезентацией популярных у китайцев актеров или китайцев, в принципе, как народа. И тем более режиссер, который вообще никакого отношения к этой национальности не имеет, Дэстин Дэниел Креттон, ну, он тоже делу не помогает. Но это только полбеды. И режиссеры каст, конечно же, до сих пор не могут заткнуться про то, как важно для них показать дайверсити и другие пафосные ключевые слова, как важно для них показать, кто-таки китайцы на самом деле, не только как они выглядят, но и как говорят, с уважением отнестись к культуре. Это все очень классно, особенно, когда эти слова исходят от компании, которые при руководстве в несколько белых цисгендерных мужчин, которые суммарно стоят примерно миллиард долларов или миллиард с половиной, около того. И потом эта же самая компания заставляет своих работников проходить... Проходить через тренинги, где им объясняют, почему им должно быть стыдно за то, что они родились белыми. Посмотрите мое видео по теме, оно буквально второе или третье, последнее. Там прям весело. И, кстати говоря, приходите ко мне сегодня на стрим по Mass Effect Legendary Edition. Я вам гарантирую, будет весело. Где-то часов, наверное, в 7 начнем или в 6, около того. Изначально основным антагонистом для Шан-Чи должен был являться некто Фу-Ман-Чу. Я не очень сильно понимаю, что это за персонаж, но я точно знаю, что это его отец. Поэтому там такая семейная драма небольшая присутствует. Но, как я понял, персонаж Фу-Ман-Чу Марвелу фактически не принадлежит. И, пожалуйста, не пытайтесь особо сильно в это углубляться, потому что перепилите того, кто принадлежит кому, кому принадлежат права на публикацию, кому принадлежат права на мерч, потому что это все разные права. Вы сломаете себе обе руки, обе ноги и голову, пока попытаетесь разобраться, кто в итоге владеет этим делом. Но, как я понимаю, Фу-Ман-Чу до сих пор Марвелу не принадлежит. Кому-то другому он принадлежит, поэтому использовать его они не могли. Хотя он для Шан-Чи, как персонаж, зашел бы гораздо больше. Ну, по крайней мере, как я это понимаю, это должен быть оригинал того Мандарина, которого мы в итоге не получили в третьем Железном Человеке. Это должен быть новый персонаж, специально придуманный для франшизы, на которого ни у кого, кроме Марвела, прав нет, по имени Вен Ву, который известен под многими именами, одной из которых Мандарин. Насколько я понимаю, именно так они связаны, могу ошибаться. И похоже, что выбор оскорбительного китайского стереотипа привел к тому, что китайцы не особо хотят это дело у себя на территории государства прокатывать. Вместе с Вечными, которые так уж случайно опять же вышло, что снимает режиссер, которая на территории Китая запрещена. Подтвержденной информации об Ане на данный момент нет. У нас есть косовенные доказательства, которые, скорее всего, приведут к очевидному результату. Для Вечных с большей вероятностью, чем для Шанг-Чи. У Шанг-Чи все еще есть шанс с Вечными. Я, если честно, не понимаю, о чем они думали, когда брали этого режиссера на работу. Но сейчас вы поймете, о чем я говорю. Дело в том, что, согласно статье от Variety, китайская телевизионная компания CCTV6, это телеканал, который занимается прокатом фильмов, у них, опять же, довольно сложная прокатная система. Но, скажем так, их слово, вместе со согласием со стороны правящей партии Китайской Народной Республики, будет являться решающим для того, будет ли западный фильм прокатываться у них на территории страны или нет. Как вы помните, у них есть определенные квоты, и далеко не все туда могут попасть. То есть они должны пройти через одобрение партии. Согласно предварительно опубликованному расписанию CCTV6, ни Шанг-Чи, ни Вечные в перечень фильмов, которые будут на территории Китая прокатываться, не входит, несмотря на то, что туда входит Черная Вдова, которую после... сколько раз ее откладывали уже раза 4 или 5, я сбился со счету. Она все еще на территории Китая прокатываться будет. Но почему-то вот в этом списке Марвела после Черной Вдовы не идет ни Шанг-Чи, ни Вечные. Автор статьи говорит, что это может напрямую намекать на запрет, потому что CCTV6 это не независимая организация. Если они что-то опубликовали, значит, что эта информация уже прошла через правящую партию, которая позволила им принять такое решение. Финальное слово всегда остается за правящей партией, вы должны понимать. И в конце концов, когда мы говорим про кинопрокат, не забываем также, что это невероятной силой пропагандистская машина, которая для государства является объектом государственной важности. Это не вопрос чисто бизнеса, это не вопрос о том, блин, мы не знаем, будет ли Шанг-Чи хорошо продаваться, стоит ли отводить на него сеансы в кинотеатрах, или, может быть, уделить его чему-то нашему национальному. Нет, это не так работает. Если правящая партия сказала, что это нам не нравится, то все, это автоматический запрет, потому что, ну, Си Цзипинь так решил, и что вы сделаете? С Шанг-Чи все более-менее понятно. Китайцам просто не очень нравится персонаж Мандарина, они, видимо, ожидали Фуманчу, и попытка апеллировать к ним их не особо радует. Да, несмотря на то, что фильм определенно хочет заработать много денег на территории Китая с помощью каста, с помощью того, что там в основе лежат боевые искусства, которые в Китае традиционно должны заходить, по крайней мере, еще неизвестно, получится у них или нет. И пока что недавние тренды говорят, что, скорее всего, не получится. Ну и, в конце концов, отзывы общественности, они имеют какое-то значение, особенно, когда мы говорим про потенциальные запреты. Я надеюсь, что наши цензоры это дело в нашу страну не пропустят, говорит один из пользователей на китайском Ютубе. Этот фильм не достоин того, чтобы зарабатывать деньги с нас, называя при этом наш народ идиотами. Является ли этот пользователь китайской ватой или нет, я лично не знаю, но пока что такие вот у нас есть отзывы. Но гораздо интереснее ситуация обстоит с Вечными. Знали ли вы, что режиссер Этернлс на самом деле уже довольно давно запрещен в Китае и считается там персоной Нонграта? Имя Хлои Жао вам может быть знакомо, она получила Оскар на последней церемонии за лучший фильм «Номадсленд». Она достаточно именитая теперь в Голливуде, можем ей похлопать, порадоваться за нее, но вот в чем прикол. Несмотря на то, что по национальности она китаянка, в Китае ей не очень рады. Почему? Ну, из-за некоторых отзывов, которые она имеет о стране. В частности, из своего интервью для «Нью-Йорк Таймс» от 2013 года, она отзывалась о месте своего взросления, когда она еще была подростком, жила в Китае, она о нем отзывалась, как о стране, где буквально на каждом шагу вас ждет ложь, подразумевая, видимо, цензуру. Она говорила тогда о цензуре. Естественно, китайской правящей партии такие слова от своего тогда еще, видимо, национального достояния не нравятся. Гораздо проще от нее будет отказаться. Ну и к тому же туда еще прибавляется другое интервью, которое она давала австралийскому веб-сайту некоторое время спустя, где утверждала, что в конечном итоге все-таки Китай моя страна, а не Америка. Америка это не моя страна, так или иначе, потому что я там не родилась. Но австралийцы немножко опечатались и написали вместо слова «нот» они написали слово «нау», подразумевая совершенно противоположный посыл. Таким образом получилось, что Америка теперь моя страна, больше, чем Китай. То есть она как бы в изначальной версии этого интервью отказалась от своих корней национальных. Потом, естественно, написали опровержение, все это дело исправили, но было уже поздно. Короче говоря, Хлои Жао является персоной Нонград в Китае. Не очень ее там сильно любят. Возникает вопрос, какого хрена Дисней нанял ее на работу, понимая, что в Китае ему продаваться не получится с такими режиссерами, с такими именами. Потому что я вам гарантирую, Этернлс, скорее всего, в Китае действительно забанят, запретят. Если у Шан-Чи еще есть какой-то шанс, может быть, может быть, там получится что-то решить, то Этернлс с таким именем они ни за что не пропустят. Они слишком парноидальные для этого дерьма. Ответ, скорее всего, по той же причине, по которой твиттер Джеймса Ганна десятилетней давности стал для них новостью, потому что они тупо не проверяли. Потому что их бэкграунд-чекер, скорее всего, просто дрочил весь день вместо того, чтобы выполнять свою работу. А когда его спросили, ну что, можно ее на работу брать нормально, он сказал, да, 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 конечно, не отвлекайте меня, пожалуйста, у меня тут сейчас самый интересный момент в сериале, если вы понимаете о чем я. Скорее всего, все выглядело именно так. А теперь уже все, окопырыть поздно. Китайцы хейтят Дисней, хейтят Марвел за то, как они без уважения относятся к национальности, с которой хотят иметь бабло и хотят иметь много бабла. Сколько фильмов в Голливуде сейчас пытаются заходить на китайский рынок и буквально прогибаются под них, чтобы только получить возможность там прокатиться и желательно заработать очень много бабла. Да, конечно, после ковида ситуация немножко поменялась, но так как того же Дисней Плюса в Китае все еще нету, они пытаются под их кинотеатры скорее заходить. А стримингом, может быть, стало бы попроще, но там все-таки другая система монетизации, там про прокат говорить уже не приходится. Но все равно, когда народ, с которого вы хотите поиметь бабла, говорит вам, что эти персонажи были специально придуманы, использованы тупо для того, чтобы с нас срубить, тупо для того, чтобы, может быть, нам понравиться, потому что, хей, смотрите, они такой же национальности, как я, и никакой души за ними не стоит, но мы этого не хотим. Когда сами представители аудитории говорят вам это, вы в дерьме. И, судя по последним прецедентам, такие, как, конечно же, наш любимый Амулан, скорее всего, ничего хорошего Дисней не ждет. Но посмотрим, посмотрим. Более сумасшедшие вещи в этом мире случались. Если Марвел натурально забанят, в Китае вообще, вряд ли это, конечно, случится, но, блин, если бы это случилось, я бы так сильно посмеялся, сука, у меня бы видео вышло, наверное, часа на два, где тупор сжал бы в камеру. От всей, мать твоей души. Может быть, однажды получится. Спасибо, что зашли ко мне, мальчики и девочки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик на все оповещения, что очень важно, лайки с комментариями, чтобы нагонять трайвку. И я люблю вас, знаете что, я люблю вас. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok